После первого не слишком удачного опыта энтузиастов привить Харцизку в начале нулевых культ запорожского казачества, в нашем не слишком запорожском городе вектор этнических предпочтений харцизян склонился в восточном направлении. Во всяком случае, уже в 2014 году популярными в Харцизке стали донские казаки, решительно вставшие на защиту Донецкой Народной Республики. В конце концов, земля эта в свое время принадлежала Всевеликому войску Донскому и заселялась усилиями казацких атаманов Орловых, Кутейниковых и Лавайских. С целью популяризации традиции донского казачества и поддержания боевого духа освободителей Донбасса, атаман станицы Харцизской Геннадий Свердлов и председатель общественной организации «Союз боевое братство» Сержик Мхиян организовали в Харцизке праздник – День казачества. С 2013 года существуют у нас казаки, казачество. Ну, как бы была война, мы не могли организовать праздник, но с сегодняшнего дня будет Харцизке уже День казачества. Первый раз организуем такое мероприятие. Мы подразделение военное. Для нас это, конечно, первое. Хотелось, чтобы люди узнали, что такое донское казачество. Земли эти донские были испокон века исторические. Это земли донские. Нам хочется, конечно, чтобы молодежь знала, что такое казачество донское, знала своих предков. Еще одна традиция, которая уже прижилась и без которой сегодня не обходится практически ни одно торжественное мероприятие в городе – это церемония награждения отличившихся. Исполняющий обязанности главы администрации Харцизка Александр Левченко вручил казакам почетные грамоты за становление станицы Харцизской. Медалями за ратную доблесть были отмечены пятеро санкт-петербургцев, принимавших участие в боях за свободу республики. Гости из Российской Федерации приехали не с пустыми руками. Художница Светлана Щеблева привезла список иконы Пресвятой Богородицы Донецкой. Для написания работы девушке понадобилось благословение, много вдохновения и совсем немного времени. На работу ушел примерно месяц. В иконе присутствует такая долгая подготовка техническая, а вот написала я ее, можно сказать, уже на одном дыхании. Для меня это был первый такой опыт. Это было неожиданно, потому что так я занимаюсь живописью, пишу картины. Буду писать диплом весь год, 2016-й, как раз на тему Новороссии. Он будет посвящен Донбассу и защитникам Донбасса. Тема войны на Донбассе стала близка и руководителю Питерского музея Новороссия Герману Владимирову. На данный момент там больше тысячи экспонатов, там уже на несколько экспозиций. Идея сама возникла в конце 2014 года. Реализовали мы ее. Открылся музей 9 мая 2015 года. Сейчас музей разрастается, он уже оброс различными направлениями. Мы занимаемся и гуманитарно-волонтерскими разными движениями, и концертными, и выставками, и участиями в спортивных различных мероприятиях. То есть делаем свое дело. В рамках концертного тура по городам Новороссии на праздники выступила известная в Питере казачья рок-группа «Асвентура». Живыми душами наполнилась эта земля. Завела, завертела, понесла, круговерх.